Доброго времени суток Черепашек-ниндзя, так называемый The Arcade Game И пол игры У нас уместилась в одну серию буквально Поэтому возможно мы в этой доберемся Уже до нашего главного врага Шреддера, но посмотрим И все что будет Происходить в этом уровне Я увижу впервые Надеюсь он меня не сильно Шокирует Да, сюда мы не забирались на нашей Тренировочной тренировке На нашем тренировочном забеге Так что для Ауреля Это сюрпризом будет Но я этот уровень видел Вроде бы он не особо слабный Взорвется Отойди Ого Ого я аж так залагала Вообще Если я правильно помню На Платформе NES Было какое-то ограничение по спрайтам То ли 8 спрайтов на экране Максимум могло появляться То ли Что-то около того А если больше То начинались лаги Вот всякие такие Банальные взрывы бочек Способны Заставить лагать игру То есть вот эта серая машина И асфальт Это тот же самый спрайт Считается? А нет Это часть фона Здесь вот Столбик И солдаты И мы Ну бочка считалась спрайтом И я думаю Может быть взрывы тоже считаются Машина какая-то поедет То ли это То ли Следующая Может быть И не было такого ограничения Но в настройках эмулятора Там Стоит Ну есть Такой пункт Где можно поставить галочку Чтобы Не было ограничения В 8 спрайтов На экране Там так и написано Ух ты Не повезло Не повезло Ниндзя А очко Засчитывалось Или нет? А я не знаю С помощью почки По-моему Засчитывается очко Даже если Ты убиваешь его Посторонним предметом Я знаю Что на Сеговской Версии Ну там Не этой игры Версия Она по-другому Называется И по-другому Выглядит Ой-ой-ой Там засчитывается За фраг Даже если Ты сбиваешь Какой-нибудь Столбик Или гидран Тебе дают За это Одно убийство Но если Я потеряю Четыре Жизни Использую Конт То Все мои Очки Исчезнут Правильно? Нет Очки Сохраняются После конта Ну тогда Хорошо А Десять Жизни Возможно Или нет? Думаю Нет То есть Если не вовремя Получить Четыреста Очков То Потеряешь Грубо говоря Жизнь Я не знаю Я не проверял Возможно Девять останется В надписи А на самом деле Их станет больше Ай-яй-яй Вот ожидал Не знаю почему Но Удивительно везет Ни одна машина Не наехала еще Но те ребята С пылесосами Я не знаю Что это у них В руках Такое Чудо-оружие Какое-то Вот Надо срочно Пиццу найти Уже Несколько уровней Нам ни одной Не давали А ладно Я уже умер Серьезно? Жесть Конечно Да Как-то Меня Выносят Быстро Ты Набиваешь Больше Фрагов Но при этом И жизни Тратишь Быстрее Ну Просто Ты Идеально Выбрался До героя Рафаэля Ну да Есть чем оправдать Гигантские сюрикены Пицца Но поздно Ладно Пока не будем Убрать Лежит Лежит Тут Кстати Видишь Там еще Реклама Висит Пицца Хат Официальный Спонсор Материала По черепашкам Я нечаянно Ее взял Это плохо Очень Было Дождаться Пока Одна Жизнь Осталась Очень Нудный Босс Очень О Я нашел Хорошее Место Блин Я нашел Хорошее Место Но Не могу Сделать Судруда А он До него Дотянется Странно Не достает Я думаю Достанет Ладно Достанет Вообще Он какой-то Слабый Уже Мигает В отличие От тех Кабанов Носорогов Оф Суперудар Достал Добили Может быть Суперудары Все-таки Отличаются В разных Черепах А здесь Будет На Каком-нибудь Транспортном Средстве На Скейкборге Будет Что-то Да Вот Прямо Нет Это Был Я Все-таки Рафаэля Выграла Ну Ладно Ой-ой-ой Ну все же Согласитесь Вот этот Босс Гораздо Легче Чем Первые Два Да Намного Или Медведь Легче Чем Вот те Были Два Может Они специально Так сделали Второй Самый Жесткий Был Да Бибов Просто Жесть А уж В третьей Части Он Вообще Может Специально Сделали Разработчики Чтобы Ну Как бы Дать Дань Уважения Оригинальным Персонажам Игры Оригинальным Персонажам Мультфильма Я Кстати Не уверен Что они Были В Комиксах Биба Парок Или По-моему Их там Не было И появились Они Только В мультсериале В 80-х В конце 80-х И Ой Опять Что тут Катается Надо Ходить По-верху Экрана И Что-то Они По-встречке Катаются Или По-разделительной Полосе Что ж Может Мы в Японии А не В Нью-Йорке А Слушай Конами Делали Они Наверное Не знали Ну Или По-разделительной Полосе Едут Чтобы До Всех Стран Актуально Было Никому Предпочтение Не дали Ни Левосторонним Не правосторонним По-центру Тем Сайдом Поймал Одного Ой Опять Динамит Подрывники Ладно Главное Чтобы Мост Не Разрушить Ну Да Конструктор Моста Явно Не Предполагал Такие Испытания Для него Сопромат 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 Вычислить По Сопромату Какую Прочность Должен Мить Мост Чтобы На Нем Могли Бросать Динамит Ниндзя Роботы Роботы Кстати Еще Интересное Воспоминание Мне Пришло В голову Я Уже Рассказывал В первой Серии Что Было Время Когда Я Все Лето Смотрел Черепашек Ниндзя Каждое утро Их Показывали С Пятому Каналу Но Потом Через Несколько лет Канал Этот Закрылся Прошла Эпоха Вот Таких Диких Каналов Которые Показывали Все Что Угодно И Черепашек Негде Было Смотреть И Ого Чуваки С Таркедами Ну Да А С этим Колесом Что-то Можно Сделать Нет Просто Бежит Вот Теперь Точно Мост Рухнет Так Вот Короче Друг Один Мой Говорит Слушай Там По Украине Идут Черепашки Миндзя А у Нас Довольно Хорошо Ловили Украинские Каналы Терш И 1 Плюс 1 И Интер Буквально На кусок Проволоки Можно было Поймать Трансляцию С Луганской Теревышки До Того Как там Начались Все эти События Ее То ли закрыли То ли Не знаю Что там Случилось Почему Настри Украинские Каналы Не ловят Вот И Вот Мы Потом Смотрели На Украинском Языке Черепашек Ниндзя Это Было Очень Забавно Смотрели 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 Паливо И Как Сек Полюбляет Ця Таратайка Думаю Плутоний Чудово Может Підженемо Ей до Найближчої Заправки Ходімо Пішки на Технодром Ты Жартуєш? Нам Потрібна Зброя Что В цей Машині Я Дещо Бачу У майстерні Бакстера Треба Трохи Попрацювати Але Упевнений Воно Того Ой Что там За апокалипсис Начался Я надеялся Что он Уже Кончился Но нет Все По традиции Жанра Да Да Начинается Запись У всех Соседи Автоматически Начинается Ремонт Даже Если До Этого Они Никогда Не делали И Не Планировали Но Так Ремонтная Бригада С Молотками Хотя Мне Раньше Себя Казалось Что они С Граблями Кувалды Какие Ну Да Просто На экране Телевизора Это Выглядело Несколько Иначе Я Думал Они С Граблями Думаю Тю Че Такое Минзя С Граблями А Да Я Не Закончил Свою Мысль Про Украинский Канал Мы Там Смотрели Черепашек На украинском Месяца Три Показывали Ну Ты Все Понимал Что Там Говорят Ну В основном У нас Просто Ну Я Тогда Жил На краю Ростовской Области Там До Украины Было Рукой Подать Поэтому Мы Всю Жень Смотрели Украинское Телевидение Более Менее Понимали Это Вот В Один Прекрасный Вечер Мы Приходим К Этому Другу А У Него Телевидение Был Получше У Него Ловили Каналы У Было Ближе 2000 И Черепашек Ниндзя Нет Но Вместо Этого Начинаю Трансляцию Аниме Роботы Ниндзя А Что Это За Аниме Я Такого Даже Не Знал Тубикаге Роботы Ниндзя Это Было Первое Аниме Которое Я Посмотрел В Сознательной В Сознательном Возраст Скажем Так Тоже Оно Мне Дико Понравилось Старый Старый Сериал Я Не знаю Конца 70-х Начало 80-х Годов Это Босс Нет Это Просто Враг И Мы Стали Смотреть Аниме На Украинском Языке Это Было Забавно Черепашек Ниндзя Перешли На Робота Ниндзя Воу Воу На Самом Деле Вот Начинает Лагать На Этом Уровне Я Не Знаю Почему И Когда На Одного Играешь Тоже А Я Не Знаю Я На Одного Не Играл Здесь Мы С Гремли Нам Запускали Тестовую Игру Но Дальше С Нежного Уровня Не Заходили Самые Неприятные Ребята С Бумерангами На Скейтбордах Хотя Не знаю Может Это Как-то По-другому Называется Скейтборды С С Двигателем Я Не знаю Существуют Реально Такие Штуки Ну Продажи Нет А так Может быть Ого Ракеты Я видел В фильме Вот В новом Микеланджело Тоже Такую Штыку Дали На Реактивной Тяге Ну и Куда Мы А Я Понял Сейчас Будет Эпик Момент По своей Тупости Залезаем В машину И И И Мост И И выпрыгиваем Из машины Да Мост Кончился Вот Наш Наш Учитель Сплинтер Утащили А вот Это Наш Фургон Репешку Репешку Раздавливали Просто А за рулем Кто-то Был Да Вот Меня Тоже Интересует Этот Вопрос Потому Что По идее Там Должна Была Быть Эйприл Прощай Эйприл Нам Очень Жаль Мы Ее Спотли От Бакстера Помнишь Потом Нам Показали Заставку Где Они Заходят В Фургон Да Потом Мы Едем На Скейтбордах Потом Опять Догоняем Машину Заходим В нее И Падаем С моста Я Не понимаю Что Происходит Возможно Кстати Вот В аркадной Версии Была Как-то Расширена Эта История Здесь Просто Небольшие Вырезки Из сюжета Остались Но Ничего Не понятно Что Происходит А это Все Еще Пятый Уровень По-моему Да Какой-то Он Длинноватый Эй А Нет Вот сюда Доходили Литамэн С Кириком Вот Где-то Здесь Они И Закончили По-моему Только Я не помню Они С девятью Жизнями Играли Или С премиат Да А вот Я Не знаю Возможно Они играли С тремя Но Как раз Здесь Конты Закончились Да Впринципе Этот стрим В каком-то Смысл И Начал У нас Черепаш Оу Осторожно Я лучше Поверху Пойду Начал Черепаш Впринципе А можно Поверху И тему Кооперативов Кстати Тоже А ну Заходите Наверх К нам Да блин А нулевая Жизнь Есть? А Вот Сейчас И Проверишь Эй Ну просто Мне осталось Всего Ничего До Четырехсот Фрагов И если Я их получу Имея Девять жизней Будет Не очень Хорошо Ну Постарайся Выжить Мы сейчас Дойдем До Босса Да Здесь Здесь Либо Робот Ой Либо Робот Будет Либо Каменный Солдат Боссом Робот Был бы Полегче Конечно Чем Каменный Солдат Ну Давайте Иди сюда Наверх Можно? Нет Эх Разработчики Не предусмотрели Такую вот Свободу Движения Но в принципе Для битэмапа Это и не надо Но для битэмапа Очень желательно Делать побольше Приемов Каких-то Вот Тот же Дабл Дрэгон Там И то больше Приемов Было Чем здесь Больше Врагов Больше Приемов Должно быть Это Конец Нулевая жизнь Есть Ну и то Хорошо Вот В этом плане Оооо Вот это жесть Вот это жесть Они стреляют Вот этими Кругами Как у Биба Побыли Адские Треножники Марсиан Я не знаю Что это за Треножники Это Но они Много урона Наносят Несколько раз Подряд Бьют Одиннадцать Десять И это Жесть Девять Долбей ее Она гонится За мной Еще семь А вот Кстати Бочку Разбей И проверим Дадут Стаги Что вообще Случилось Ну Бочка Мне Бочка Отнял Все Оставь Мне Пятерых Чтоб Хватило До босса Четыре Три Два Два Ну и кто будет Сейчас Лиджи Все Есть Жизнь Эх Так что я хотел сказать Про битэмапы Вот Стрит оф рейдж Как раз Это идеальный Битэмап В этом плане Там Много Приемов Там Разные Враги Есть А Черепахи Ну Как-то Сделана Была Довольно Слабо Эта игра Сеговская Опять же Она Покруче Будет Но Может Еще Время Выхода Сыграла Свою роль Это Более Раннее Все Таки Она В 89 Вышла Но Все Для Для Своего Жанра Очень Слабоват Некая Она А Ну Ты Босс И Кто У Нас А О По-моему Босс Еще Это Не Босс По-моему Нет Это Какие-то Я даже Затрудняюсь Сописать Словами Что Это Какие-то Штуки С Пропеллерами Вот Что Это Такое На Что Это Похоже Вообще Дроны Что Дроны Нет Ну Дроны Но Они Как-то Выглядят Странно Ай У меня Один Хитпоинт Остался Это Словка Донателло 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 Что-то Я бью Все Мимо Просто Ни одного Удара даже смешно попал ну что нет это не босс и уровень какой-то бесконечный а вот этим мне он наверное запомнился своей бесконечность вот как раз этот уровень он такой серый длинный там скрывая на скейтбордах мы хотели или с тех пор уровень все-таки сменился по-моему сменился все-таки уровень но все равно вот такое ощущение что мы застряли в каком-то сером коридоре нет черт меня бумеранг на возврате буквально убил это было печально но тем не менее у меня дела еще обстоят достаточно неплохо сравнительно с тобой да мы сейчас узнаем как пользоваться континьюисом а тебя сейчас не дадут континьюис ты просто не дадут вот это конец ты просто можешь взять жизнь у меня теперь как сделать а я не знаю там удар или старт а отлично и нам надо их добиваться или уходить оттуда не знаю по-моему нет вот и вот и пицца пожалуйста но слишком поздно ну кстати пусть она лежит чем дольше надеюсь бос и не скушает как раз таки каменный солдат один из генералов кренга но я не помню как его звали такой голубой носатый А в принципе да, ты можешь его вводить, валить, а потом съесть пиццу. Ну, я вот пробую встать рядом. Но этот только один из нас может такую тактику снять. И выносить его, вот так. Ещё есть жизнь, всё, иду кушать. И продолжаем. Да, применишь ты свой дамп, давай я попробую отпустить по-другому за геймпад. Очень неудобно сделано. Но здоровья у него немало. Но он же каменный солдат. Ну всё, больше не будут. Тактику используем. Он мне чем-то Робокопа напоминает. Вот, замерцал. Да мы тоже. Нет, держись. Может супер ударом? Что это? Батарейки съели, ура. Ну, хотя бы так. Спасибо, друзья. И всё. Так это был пятый уровень до сих пор. Это был пятый уровень, очень долгий. Наверно серия полчаса уже идёт. Да-да-да. Это серия такого же размера, как прошлые четыре уровня у нас были. Ну вот. Так что мы можем либо здесь остановиться, либо пройти ещё Японию. Овой, ну я сомневаюсь, что мы её пойдём. Так а сколько длится серия? Серия длится 26 минут сейчас. А, ну в принципе достаточно. Достаточно? Ну хорошо. Думаю этот уровень тоже будет длинным. Это будет просто жесть, я тебе гарантирую. Я вам обещаю, ребята, здесь будет ужасный уровень. Но мы лучше сейчас остановимся. Мы и так прошли очень долгий, очень нудный уровень. И именно он мне, наверное, и портил настроение в детстве своей длиной и своей нудности. Но тем не менее, мы его отдалили хоть и с большими потерями. Ну что же, спасибо всем за внимание, всем, кто посмотрел эту серию. Оставайтесь с нами и дальше будет ещё много всего интересного. С вами были Грей Фокс и Аурель. До следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok